МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господи, да неяростью Твою обличишь и меня, ниже гневом Твоем накажешь и меня. Я кострелой Твоей, нацовавши во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеления в плоти Моя от лица, гнев от Твоего, несть мира в костях Моих от лица, грех Моих. Это слова Шестопсалме, важнейшей части вечернего богослужения. Его читают каждый день в любой православной церкви. И только в одном единственном храме Челябинска это делает монахиня, настоятельница Адигитревского женского монастыря. Клоню ухо Твоя к молению моему. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя Моя имя, Святой Его. Благослови, Душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяния Его. Женская обитель в Южноуральской столице открыта 22 октября 2015 года по решению Священного Синода. Уже через три дня после исторического постановления митрополит Челябинский Златоустовский Никодим возводит в Сан-Игумене монахиню Евсевию Лобанову. Монастырь располагается в Ленинском районе города, рядом с храмом в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. До Октябрьской революции здесь находилась заимка женского Адигитровского монастыря с храмом Николая Чудотворца. Сохранилась одна фотография, вот как он первоначально выглядел. В советские годы его перестраивали, надстраивали, закрывали, делали общежитие и в конце концов вернули верующим в 1999 году. Состояние совершеннейшей разрухи. Это все, что осталось от некогда большого женского Адигитровского монастыря. Две его прекрасные церкви и многочисленные постройки находились в центре Челябинска, на пересечении современных улиц Цвилинга и проспекта Ленина. Это была визитная карточка города. Накануне 1917 года обитель насчитывало 360 сестер. Сейчас настоятельница и всего пять ее подопечных намерены вернуть монастырю былую славу. Нам очень важно чувствовать себя не первопроходцами, а частью чего-то целого и очень значимого для города и для церкви. Поэтому именно то, что здесь монастырь находился, для нас это важны вот эти корни, и мы связь чувствуем времен. История женского Адигитровского монастыря началась с этой женщины Анны Полежаевой в монашестве Агнии. В 1848 году она приезжает в Челябинск и сразу пишет прошение императору Николаю I об основании общины. 26 августа 1854 года император разрешил открыть в городе Челябинске Адигитровскую общину. А 3 апреля 1862 года община была возведена в рамках монастыря. Послушница Мария показывает сохранившиеся старинные документы. Это первая летопись Челябинского монастыря. Монахиня скрупулезно изучает его историю, собирает в музеях и архивах все, что хоть отдаленно имеет отношение к утерянной святыне. Сохранилось немного. Несколько фотографий и документов, которые помещаются на одном столе. Но тем не менее, из воспоминаний монахини Раисы Будриной известно, что вновь открытой общине городские власти выделяют землю под монастырь. Пять десятин земли. За эту землю нужно было заплатить. И сестры два года собирали деньги, трубились, чтобы оплатить эту землю. Мы оплатили 43 до 90 копеек. Так как на той земле, которая была предоставлена, не было ни одной постройки, сестры, по примеру, Антония, Феодосия Печорских, они вырыли землянки, жили в землянках. И вот на собственном содержании они ткали лен, ткани, холст, украшали цветы, читали псалатирь по усопшим. Они даже работали как наемные рабочие, чтобы заработать деньги. Постепенно горожане начинают помогать обители, находятся благотворители. В 1863 году открывается Адигитревский храм. Отстраивается каменный корпус для сестер, школа для обучения детей, свечной завод. В четырех верстах от Челябинска монастырю отводят 50 десятин земли. И игумени Агния устраивают хутор с крепким хозяйством. Часто на эту тему думаю, как женщине можно было не восстановить, а создать заново монастырь, да еще такой славный, огромный. Но, конечно, это вопрос ее веры. Она очень уверила, что промысел Божий есть насчет этого монастыря. Я думаю, сила молитвы была огромная, и Матерь Божия по молитвам помогала ей устроить обитель, устроить сестер и поднять уровень духовной жизни в очень высокий уровень. Спустя годы игумени Евсевии, по сути, предстоит пройти этот путь заново. И негромко, с молитвой, монахини начинают возрождать обитель. Пресвятая Богородица, спаси нас! Радостно, чистая дыня, на старшее хвалини приношаю радости. И тихим глазом, одегитрия, вопиюйте, и радости исполними разума пяти начинающая. Пресвятая Богородица, спаси нас! Этот канун сестры читают каждый день. Они обращаются к иконе Божьей Матери, одегитрия. Образ написала Матушка Евсевия, как только прибыла в Челябинск. Одегитриевский монастырь – это в честь иконы Божьей Матери Одегитрия. Может быть, отчасти было выбрано именно это Богородичное направление, название. Отчасти, может быть, от того, что основательница обитель очень долго искала место для открытия монастыря, для своих подвигов. Одегитрия в переводе с греческого означает путеводительница. Со временем она все-таки остановилась на городе Челябинске и основала здесь очень обширную обитель. Икона эта всеми действительно любима и почитаема, и от ней исходят чудеса и помощь, и поддержка, на которую мы очень сильно рассчитываем. В словах канонок Богородицы есть фраза «Одегитрия – наш град сохраняющая». Это горстка женщин в черных одеждах, капля в море миллионного мегаполиса, молятся за весь город. Многие не понимают назначения вообще самого монастыря. Для чего люди уходят из мира, почему они жертвуют своей семьей, своей карьерой, какой смысл сидеть в монастыре, никого не видеть. И даже некоторые думают, что монахи сидят и могли бы людям помогать, а они вместо этого сидят и только думают о себе и с эгоистичных соображений. Конечно, это не так, потому что призвание монаха приблизиться к Богу максимально, насколько это возможно вообще человеку, и не с тем, чтобы о себе думать, чтобы какие-то свои реализовать возможности или что-то подобное, а с тем, чтобы молиться о тех же людях, которые его окружают. Мы надеемся, что монастырь оправдает доверие челябинцев, и мы будем молиться за город, за нашу область. Симон Петра, раб и посладник Иисуса Христова, равночестную с нами получившему веру в оправки Бога нашего и Спаса Иисуса Христа. Монахини теперь принимают участие в службах. Они еще не идут целиком по монастырскому уставу, но кое-что постепенно вводится. Настоятель храмов честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, протоиерей Сергий Реснянский, считает, что это идет на пользу прихожанам. Чтение само монахинями службы, пение монахинями, оно имеет особое такое спокойное содержание службы. Но потом монастырь всегда, вот мне как главному священнику монастыря важен результат изменения людей, которые приходят сюда, то есть исправление. Я исповедую людей, на мне лежит в основном исповедь людей, и вижу, как люди исправляются. И вот мне это кажется основным каким-то действием. Реликвия Дегитринского монастыря в советские годы оказались утрачены. Каким-то чудом осталась самая знаменитая святыня – список чудотворной иконы Иверской Божьей Матери. В 1881 году ее доставили со святой горы Афон. Сейчас икона хранится в областном краеведческом музее. Но верующие все равно считают свой храм особенным, как говорят, намоленным местом. У нас здесь монастырское кладбище, а на нем захоронены священно-мученицы. Это преподобные мученицы. То есть это монахини, которые были расстреляны, убиты. То есть храм-то основан на крови. Поэтому если тут даже вообще никаких святынь бы не было, то они уже в земле лежат. И кровью святой поли это место. В пору своего расцвета Адигитревский монастырь был не только духовным центром города, но и ремесленным. Работали многочисленные мастерские, в них шили облачения и одежды, вышивали бисером и стеклярусом. Также писали иконы, которые расходились по городам и селам всего Южного Урала. Иконописные традиции возрождают и современные монахини. Матушка Евсевия учится в Троице Сергиевой Лавре и передает свой опыт сестрам. Господи Иисусе Христе Божий наш, Сынеописан по естеству Божества и ради спасения человека в последние дни О Дева Нагородица Марии Незвеченного, плативайся. Иннокене Мария читает обязательную молитву иконописца, а затем приступает к работе. Все делают по канонам, традициям, заложенным еще Андреем Рублевым. Важно даже число колец на деревянной доске. И, разумеется, материал только липа. Она хорошо переносит колебания влажности и температуры. Вообще в написании иконы монахи не думают о вечности. Образ должен простоять века. Поэтому технология соблюдается тщательно, чтобы икона не дала трещину, а краски не стерлись. Они у сестер натуральны, перетертые вручную из минералов и полудрагоценных камней. Лазурит, малахит, охра. Вот такими курантами, они тяжелые, стеклянные, на вот этом специальном стекле поцарапанном, растираются краски. Вот мы добавили немножко краски на стекло, потом добавляется немножко же воды, и курантами мы растираем на стекло. Для чего это делается? Чтобы мелкие частички растерлись, вымыть все такое. Сестры работают по образцам великих русских иконописцев, аккуратно копируя их манеру и цвет. Для этого используют специальные таблицы, учатся смешивать оттенки, добиваясь идеального. Для такой работы требуется, конечно, колоссальное терпение и много времени. Инна Кинемария признается, одну икону пишут долго. Мы не работаем над иконой целый день. Так как у нас монастырь, то мы подчинены расписанию, это устав наш, порядок нашей жизни. И у нас чередуется послушание и молитва в течение дня неоднократно. Поэтому мы работаем, наверное, в течение дня несколько раз. Причем помимо иконописи у нас есть и другие послушания. Каждый занимается еще своими делами. Поэтому мы иконы пишем долго. Но мы не стремимся написать побыстрее, а чтобы это было максимально продвижено к делам. До Челябинского монастыря ни Инна Кинемария, ни монахиня Макария никогда над иконами не работали. Приходится тренироваться. Есть в мастерской специальные папки, они называются прорези. По ним женщины и добиваются совершенных линий. Вот когда мы начинаем первые прорези, начинали, сейчас уже вроде немножко ровнее получается, но иногда рука дрожит, хочется сделать, а рука не слушается. И вот чтобы она слушалась, мы это делаем, делаем, делаем. То есть это постоянная тренировка. Чтобы рука-то привыкла, чтобы она, во-первых, и не дрожала, и линию вела ровно, ровно по той линии, которая должна быть на иконе. У монахини Макарии в работе над иконой очень важный и трудоемкий этап. Она наносит асис. Это золотистые штрихи. Ими украшают одежду святых, детали окружения. Здесь сложные технологии нанесения. Используются мел, клей и, наконец, тончайшие листы сусального золота. Я их режу ножничками, кусочки вырезаю. То есть по форме, какие у меня есть здесь, небольшие. Потом я их накладываю, немножко притаптываю. И потом уже можно, когда убирается лишнее золото, потом счищается вот так кисточкой. И остается рисунок. У меня нет такого, что я могу сказать, это моя икона. Во-первых, Господь нам помогает, и мы все делаем по очереди что-то. Вот, например, Мария сделала горочку. Я сделала вот шейку здесь. Она сделала вот это. И вот так совместно с молитвой обязательно получается икона. А потом уже матушка завершающие делает, потому что у них веке это нам недоступно. Во все времена насельницы монастыря работы не боялись. В начале 20 века хозяйство на заимке было обширно. Более тысячи гектаров земли. Пахотные поля, заливные луга, скотный двор. Более 90 голов лошадей и 80 голов коров. Сестра самоработала. Даже есть к ней Даня Чаева, путешественница. Начало 20 века она приехала в Челябинск. И за триггерский монастырь была пропозитная карточка. Сразу же, что в триггерский монастырь. Вот есть воспоминания о Челябинске. И первые страницы в книге рассказывают, как она удивлялась труду сестер, что вот как они управляются с машинами. Ведь вот здесь, как на пробушке, как на основной кладушке, фруктовый сад. Здесь были селки, вилки, комбайны. То есть здесь все было так поставлено. Сестры сами на этих машинах обслуживали все это хозяйство. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с десы, и вся исполняй. Сокровища благих и жизни подателю. Приди вселись в ныне и очисти на всякие скверны. И спаси блажь и души наши. Трудовые традиции Челябинской обители продолжает послушница Фатинья. Она читает молитву перед большим делом, замешивая тесто для настоящего монастырского хлеба. В нем нет ни яиц, ни сливочного масла, ни дрожжей. Хлеб делают на закваске собственного изготовления. Я беру две чашки, две мерные чашки закваски. Вливаем воду. И вторая ложка. Я все это размешиваю тщательно. Ставим на подоконник. Накрываем полотенчиком. Вот. Вот и все. 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 Благослови Господи. А пара поднимется через 10 часов. Потом мать Фатинья добавит еще муки и оставит тесто на 2-3 часа. И только после долгого ожидания будет хлеб выпекать. Конечно, после стольких усилий монастырская булка получается необыкновенно вкусной. Пока сестры используют хлеб только для собственных нужд. Но обещают после серии экспериментов найти идеальный рецепт и тогда уж делиться им с прихожанами. В начале 20-х годов прошлого столетия монахини почувствовали на себе пристальное внимание советской власти. Сначала их пытались уплотнить, разместить, например, дом отдыха для рабочих. В 1921 году в Челябинске прошел массовый митинг в защиту монастыря. Он очень зверски подавлен и указом ГУПЧК 23 марта было арестовано 240 сестер, а на то время в монастыре проживало 360 сестер. То есть вот перед третьим монастыром из Томириана. И были расстрелы, более 40 человек стреляли. И после этого уже был указ о том, чтобы церкви забрать. А люди, там даже вот сохранились документы об арестах, о том, вот как это происходило, и вот по, как советские, вот кто-то у них там был, ГУПЧК, да, вот они писали отчеты. В этих отчетах сказано, что люди, они вставали просто углублено за монастырь, что лучше нас, вы видите, монастырь выселять не дадим. В 1927 году с монастырских храмов сняли кресты и купола. Сохранились газетные вырезки о грандиозных планах прижатить церковь в клуб строителей или даже в дом съездов. Но в конечном итоге в начале 30-х храмы были полностью разрушены и разобраны на кирпичи для строящихся в городе заводов. В 1938 году в газете «Челябинский рабочий» появилась заметка от старой Челябы к социалистическому Челябинску, в которой автор горделиво сообщает, что вместо убежища мракобесов монахов выросло здание новой гостиницы. Доподлинно неизвестно, сколько сестер тогда были расстреляны и зверски замучены. Неизвестна судьба и последней настоятельницы монастыря – игумени Анастасии. Уцелевшие монахини спрятались кто в Троицке, кто в Челябинске. Остались живы те люди, которые когда-то общались с монахинами, ведь в 40-е, в 50-е, в 60-е годы. И они говорили, что сестры Адигитриевского монастыря, кто выжил, вышел уже из лагерей, из тюрьм, они приезжали каждый год, 10 августа, на празднование иконы Божьей Матери Адигитрия и собирались в Семеновском храме. Сейчас современные монахини собирают списки сестер Адигитриевского монастыря, выясняют любую деталь. И каждый день служат специальную заупокойную службу – литию, на месте, где покоятся погибшие сестры. Нам удавалось поговорить с людьми, которые еще помнят, и общение с теми сестрами, которые выжили и находились в храме в Троицком, в соборе кафедральном. Эти сестры рассказывали о том, что расстрелы были, над сестрами издевались, и когда они рассказывали об этом, они плакали и не могли держать слезы. Поэтому нам бы хотелось, чтобы не было забытых подвиг, хотелось бы нам установить памятник погибшим сестрам на этом самом месте. Большие планы у монахинь по обустройству бывшего монастырского сада, как его ласково называют челябинцы, плодушки. До революции сестры выращивали здесь плодовые сорта деревьев – абрикосы, даже маньчжурский орех, барбарис и арбузы. Это сейчас яблони и груши в каждом саду, а тогда, в XIX веке, считалось, что в уральском климате они не приживаются. Монахини вели серьезную селекционную работу, и саженцы с плодушки разошлись по всем южноуральским садам. Нынешние насельницы монастыря хотели бы создать здесь уникальный парк – сад молитвы, а еще возродить Вознесенский храм по старинным чертежам. За время своего недолгого пребывания в Челябинске монахини уже провели огромную работу. Познакомились с дизайнерами, заказали проекты по благоустройству и развитию монастыря. У нас планы воздвигнуть, возможно, красивые монастырские стены, которые бы символизировали собой крепость, где хранятся духовные ценности и являются особым местом, где хранятся традиции православия. Возрождение в городе женской обители митрополит Челябинский Златоустовский Никодим назвал чудом. В день, когда Владыка возвел Евсевию Лобанову в сам Игумене, фотограф епархии Анна Усманова сделала серию снимков. Они как символ, что в тот день в суровом Челябинске неуловимо что-то изменилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова